Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Как проходит ремонт в третьем хирургическом и офтальмологическом отделениях Видновской районной клинической больницы. Начинается на данный момент отделочная работа, укладка плитки и стены на узло. Дорсервис готовится к зимнему сезону. Это вот все мало, тут будет очень много. 10 тысяч кубов обещали в этом году замешать. Мероприятие, посвященное Дню сердца в Бутовской амбулатории. Для того, чтобы сердце было здоровым, чтобы оно было сильным, нужна физическая нагрузка. В Расторгуеве полным ходом идет ремонт третьего хирургического и офтальмологического отделений Видновской районной клинической больницы. Черновой ремонт почти закончен. Рабочие приступают к монтажу систем освещения, водоснабжения и отопления. Как сейчас выглядит корпус, расскажет наша съемочная группа. Еще в начале августа начался капитальный ремонт в здании ВРКБ, где располагаются третье хирургическое, офтальмологическое и кожно-венерологическое отделения. Сейчас на втором и третьем этажах черновые работы почти завершены. Порядка 80% уже завершено. Ждем поступления вентиляции. Начинается на данный момент отделочная работа, укладка плитки и стены на узло. В отделениях хирургии и офтальмологии поработали основательно. Залили новую стяжку, штукатурили стены, заменили окна, трубы, электропроводку и систему отопления. В целях перепланировки сломали часть старых перегородок и воздвигли новые. Мы постарались сделать планировку максимально зеркальной второго и третьего этажа. Ну и, соответственно, сохранив все койки, улучшив ситуацию в операционных. Количество палат в ходе ремонта не изменится. 15 мер в хирургии и 25 в офтальмологии. Появится новый конференц-зал и палаты повышенного комфорта для одноместного и двухместного размещения с туалетом и душевой кабиной. На ремонт выделено более 10 миллионов рублей. В третьей хирургии четкое зонирование. Здесь, в палатах, будут лежать пациенты. Далее по коридору расположатся кабинеты специалистов. А вот там подальше – операционные. Изменения коснутся и кожно-венерологического отделения. Здесь в скором времени сделают косметический ремонт, а также откроют круглосуточный стационар на 8 коек. Изменили его статус. Это было у нас кабинетом. Сейчас это отделение. И подполагаются койки не только для дневного стационара, но и для круглосуточного пребывания. Что позволит нам расширить спектр оказываемых услуг в этом направлении. После завершения внутренних работ планируется привести в порядок и фасад здания. После капитального ремонта отделения оснастят новым оборудованием и мебелью. Все работы планируется закончить к началу лета следующего года. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева, ВИДНЭТВ. В преддверии зимнего сезона полным ходом идет подготовка к снегоуборочным работам. Ими в Ленинском районе занимается муниципальное бюджетное учреждение Дорсервис. С представителями этой организации встретилась наша съемочная группа. О подробностях подготовки к зиме узнал Максим Козлов. В Визине МБУ Дорсервис находится более 300 километров муниципальных дорог. Объем это не маленький, а в зимний период обслуживать их требуется куда интенсивнее, чем летом. Состав технического парка будет довольно внушительный. Для обслуживания муниципальной дорожной сети будет использоваться 60 единиц техники. Из них 14 тракторов, 7 комбинированных дорожных машин, 9 единиц погрузочной техники, 8 единиц самосвалов. Плюс дорожные мастера, газели и средства малой механизации для обслуживания тротуарной сети. Три года назад в Дорсервисе было обновление автомобильного парка. И время от времени он пополняется. Вот и сейчас со дня на день ждут прибытия еще 11 единиц уборочной техники. В парке Дорсервиса немало многофункциональной техники. Например, вот эти КамАЗы летом работают как поливочные машины. Зимой их переоборудуют под уборку снега. А сзади вместо бака для воды устанавливается емкость с песко-соляной смесью, с помощью которой будут обрабатывать дороги зимой. Все работы по переоборудованию техники к зимнему сезону планируется закончить до ноября. До конца октября будет заготовлен необходимый объем противогололедной смеси. Уже сейчас эта гора выглядит внушительно, но реальные размеры будут куда больше. Это вот все малое, тут будет очень много. 10 тысяч кубов обещали в этом году замешать. То есть, а это примерно какая часть от того, что должно быть? Третья, наверное, или четвертая, если честно, так вот где-то. Песок привозит тонарами, также соль привозит тонарами. И вот перемешиваем с этой пропорцией 7 к 3. Третьипроцентная получается песко-смесь. Грустный момент в этой истории такой, что по весне убирать песок с дорог придется также работникам дорсервиса. В зимний период около 150 человек будут выходить на дороги ежедневно. Это не только водители грейдеров и автомобилей, но и те, кто будет убирать территорию вручную или с помощью мобильных снегоочистителей. Режим работы круглосуточный. Стихия и снегопады у нас непредсказуемые. Поэтому штат постоянно находится на базе. В случае экстренных каких-то ситуаций готов выехать незамедлительно. Традиционно зима в России наступает внезапно. Но, судя по всему, дорожные службы встретят ее во всеоружии. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. К нам на телеканал обратились жители дома 35 поселка Развилка. Здесь уже больше полугода сломан пассажирский лифт. Грузовой тоже, того и гляди, выйдет из строя. Наша съемочная группа выехала по адресу и попыталась выяснить, какой же выход из этой неподъемной ситуации. В этом доме по адресу Развилка 35 проживает около 300 человек. На 95 квартир два лифта – пассажирский и грузовой. Обоим уже, как и дому, 24 года. В феврале пассажирский в очередной раз вышел из строя. Он подлежит замене. Отремонтировать его своими силами управляющая компания не может. Да это и нерентабельно, уверены представители УК. Выгорел пульт управления полностью, целиком. Это, да, замена этого пульта управления где-то порядка 800 тысяч стоит. Мы узнавали и думали, что, может быть, каким-то образом мы осилим это мероприятие, но слишком большие денежные средства, неподъемные для этого дома. Это как бы работа капитального характера, и мы не можем собственными силами восстановить лифтовое оборудование. Специализированная организация у нас «Юклифт» тоже пытались запустить, но у нас ничего не получается. Чтобы заменить лифт на новый за счет средств фонда капитального ремонта провели общее собрание собственников. После того, как соответствующая документация по итогам собрания будет подготовлена, ее направят в администрацию, где дом должны поставить в план капитального ремонта на 2020 год. Но жители и член общественного совета сельского поселения Иосиф Гринберг опасаются, что процесс замены может затянуться. А пока жители вынуждены пользоваться всего одним лифтом или ходить пешком по черной лестнице. Мне-то и главное, я на втором этаже живу, вообще людям тяжеловато. Ну и потом это тоже иногда ломается. А люди, которые живут на 16-м, на 15-м, и у нас много пожилые, инвалиды. Как это без лифта? Инвалиды у нас есть, колясочники даже. Поэтому это просто необходимо. Единственный действующий на сегодняшний день лифт тоже работает, как говорится на честном слове, и того и гляди сломается. Поэтому местные жители очень надеются, что администрация пойдет им навстречу и поможет произвести замену как можно скорее. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Видное ТВ. Некоторое время назад в социальных сетях появилась информация, что с севернее деревни Горки образовалась несанкционированная свалка строительного мусора. Администрация городского поселения Горки-Ленинский и представители отдела по сельскому хозяйству и охране окружающей среды администрации Ленинского района выехали на место свалки. В ходе проверки было установлено, что данная территория является неразграниченной государственной собственностью. Кто завез сюда тонны строительного мусора, неизвестно. Чтобы исключить дальнейшее увеличение свалки, дорогу на пустырь перегородили блоками. Сейчас мусорные завалы выравнивают и засыпают землей. Также ведутся работы в пойме реки Щербенко, которая тоже пострадала от мусора. В настоящее время, как вы видите, производится очистка береговой линии. В дальнейшем не будет допускаться сюда уже завоз. Сделано администрацией Ленинского муниципального района заявление в полицию в отношении неустановленных лиц, которые произвели завоз и сброс несанкционированного мусора. Место находится вдали от жилой застройки и граничит с Горкинским кладбищем. Из-за этого сигнал о правонарушении поступил достаточно поздно. В течение месяца власти планируют ликвидировать ущерб, нанесенный неустановленными лицами. Данная ситуация находится под контролем как администрации городского обсуждения Горкинский, так и района. В Бутовской амбулатории отметили Всемирный день сердца. В преддверии праздника здесь провели лекцию и мастер-класс по северной ходьбе – виду спорта, который способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы. В последние годы он набирает популярность, особенно у пожилых людей. Поучаствовала в мероприятии наша съемочная группа. Подробности в сюжете Юлия Погасьян. Учеными доказано – северная ходьба, или как еще ее называют скандинавская ходьба – один из лучших методов кардиореабилитации. Ею могут заниматься даже те, кто со спортом всегда был на «вы». Достаточно желания и специальных палок. Для того, чтобы сердце было здоровым, чтобы оно было сильным, нужна физическая нагрузка. Не каждая физическая нагрузка может подойти для того, чтобы тренировать сердце. Как правило, это аэробные нагрузки, как правило, это циклические виды спорта. Это такие виды спорта, как бег, как плавание, как велосипед, как лыжи. Согласитесь, что эти виды спорта далеко не всем доступны людям, которые живут в мегаполисах. Поэтому этот вид спорта и набирает популярность. Около года назад в Московской области даже была создана Федерация Северной ходьбы, в которой уже более 50 участников. Не отстает от тенденции и Ленинский округ. Ленинский район нам уже давно знаком, потому что в апреле этого года Дмитрий Ерохин установил здесь рекорд в горках. Это было очень массовое мероприятие и такое значимое для Северной ходьбы. Неудивительно, что Всемирный день сердца в муниципалитете решили отметить именно так, собрав людей на мастер-класс, который состоялся возле Бутовской амбулатории. Он не только набирает популярность среди пожилого населения, но и среди молодого населения. А мы все прекрасно знаем, что сегодня сердечно-сосудистые заболевания, к сожалению, молодеют. Поэтому мы решили, чтобы наше население, Булатниковского поселения, вообще города видное, нашего района, было самым здоровым, самым крепким, чтобы они радовались полноценной и радостной жизни. А для этого нужно думать о своем здоровье. Конечно, сегодня, помимо таких новых профилактических методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, на территории Ленинского округа используются и более классические технологии, которые также не стоят на месте. Гордость муниципалитета – кардиологическое отделение Видновской районной клинической больницы, оснащенное современным оборудованием. Хотелось бы, чтобы у жителей нашего района было максимум возможностей для получения высококвалифицированной и высокотехнологичной помощи. Что нам может дать, конечно же, наличие ангиографа. Это наличие этого аппарата, то есть это целая структура, то есть это создание районного сосудистого центра. Что позволило бы лечить даже самых тяжелых больных, не переводя их в другие муниципалитеты Московской области, далеко от дома и родных. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания.